И вот видел я свой сон о том, что Муниса приходит к нам в гости и, честно говоря, подумал, что было бы неплохо, поскольку я считаю, что это оптимальный гость для нас с определенным количеством юмора и так далее. Я извиняюсь, чуть-чуть опоздала. Здрасте. Здрасте. Возможно ли такое, ребят? Сон материализовался и Муниса пришла к нам. У тебя во сне нельзя заказать там подарки. Миллион долларов. Миллион долларов? И что так мелко плаваем? А, ну тогда миллион биткоинов. Самое главное это верить. Так, вот Вера. Друзья, всем большой привет. Это проект The Vlogers. Уже вторично в этом новом году мы для вас здесь собрались и собрались не просто обычной скромной компанией, а к нам пришла в гости, кто вы думали, Муниса Резаева. Ну, а давайте я вас всех познакомлю. Это Синди Кроуфорд, здесь у нас Алдар Косе, герой швейцарских эпосов, Райан Гослик, собственной персоной, слегка посидевшей. Что-то поправился Райан. И Анжелина Джоли. Да. Желый состав активизировала. Все у нас скромненько, со вкусом. Я думаю, вам наша компания нравится. Ну, а к новостям мы приступим ровно после того, как Даша начнет говорить о хэштегах. Непременнейшим образом. И самый популярный хэштег на этой неделе – Golden Globes 2018. В ночь на 8 января в Голливуде прошла юбилейная 75-я церемония вручения престижных наград «Золотой глобус». В соцсетях единодушно эту церемонию назвали «Траурные». Ребята, вот что вы думаете по поводу таких вот флешмобов непонятных? Ну, а если речь идет о клиентах психбольницы, то для них это как раз самое то. Если говорить о серьезном мероприятии «Золотой глобус», то, мне кажется, нужно забыть на время о Кевине Спейсе, о Харви Вайнштейне и заниматься именно вручением наград, поскольку они не менее важны, чем Оскар. А вообще, честно говоря, я впервые вижу как бы траурные одежды с такими глубокими вырезами. Почему вы считаете, что черный цвет – это траурный цвет? Черный цвет всегда ценился тем, что он – это классика, во-первых. Во-вторых, с черным цветом ты никогда в жизни не проиграешь на любом мероприятии. На черном цвете? А третье, в этом году черный цвет, он в тренде, он самый модный, потому что я одна из тех людей, которая очень следит за модой, которая безумно любит черный цвет. Вы прямо меня в тему, наверное, сегодня увидели и встретили. Только сегодня почему-то я одела черно-белый. Опять-таки, черный цвет, он всегда присутствует. Я даже поменяла цвет волос на темный цвет. Вообще, черный цвет, он самый стильный цвет, я считаю, из всех цветов. Я думаю, что, может быть, это связано даже просто с трендом сезона или года. Живо меняем свое мнение. Я полагаю, что в черном цвете нужно было всем появиться. И если бы кто-то нас туда пригласил, мы бы тоже пришли в черных чапанах с капюшоном. Это замечательно. Мы бы были в тренде непременно. На черном цвете лучше смотрятся бриллианты, которые они надели на это мероприятие. А бриллианты были, кстати, очень большие. Хотя назвали это как бы траурным мероприятием. Но траур почему? По Вайнштейну, что ли? По приставаниям Вайнштейна, наверное. И, кстати, по поводу больших бриллиантов, я бы посоветовал некоторым актрисам в возрасте перестать это делать, поскольку уши Спаниеля именно из-за этого и появляются. Поскольку тяжесть бриллиантов и вот эта вот эластичность огромной мочки, честно говоря, не очень эстетична. Думаю, что пора бы уже размеры уменьшить. Я о бриллиантах сейчас говорю. Ну, кстати, надо, наверное, нашу передачу уже переименовать коротко о стиле или важной тенденции в моде. Черный цвет рулит и не носите большие бриллианты на ушах. Слушайте, а сам Вайнштейн, он пришел в чем? В белом? В наручниках, чувак. И еще одна новость, взорвавшая соцсети. Певица Лана Дели Рей в Твиттере написала о том, что с ней будет судиться группа Radiohead. По ее словам, все дело в новой песне Get Free, в которой британские музыканты якобы усмотрели плагиат. Юристы пытались договориться, но, к сожалению, не вышло. Лана написала, насчет иска это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Крип, группа Radiohead считает, что была. И музыканты хотят 100% от сбора. За последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они согласны только на 100%. Их адвокаты непримиримые, так что придется разбираться в суде. Ребят, а был ли мальчик? А был ли плагиат? Я думаю, что они не просто так группа Radiohead начали все это, значит, на самом деле есть к чему придраться. Назвать это плагиатом, потому что вообще за границей перед тем, как написать заявление или подать в суд или еще что-то, нанять адвокатов или что-то в этом роде, это очень серьезный шаг. И перед тем, как это сделать, они 10 раз подумают. Еще много денег надо заплатить, чтобы что-то сделать. Это большие затраты. Я уверена, что это не просто так. А что касается Ланы Дель Рей, она пытается вылезти, наверное, из-за этой ситуации, я так думаю. Но у нее это не получится, потому что законы, и они очень жесткие, и все живут по закону. Конечно же, я понимаю группу Radiohead, если они чувствуют, что есть плагиат, и они знают, что это... Потому что артист, когда он пишет песню, когда он работает над ней днем и ночью, каждая песня для артиста – это их маленький ребеночек, за которым они, знаете, они его рожают, и вот потом воспитывают, поднимают. Вот, и в общем, это же все труд. Я уверена, им было просто очень неприятно и обидно, можно даже так сказать. Вот, и из-за этого я думаю, что все это не просто так. Значит, Кучерма Продакшн у них не работает? Кучерма Продакшн у них никак не работает. А я думаю, что плагиата никакого нету. 40% – это она говорила не о процентах, а о градусах. Даже так? Да, и люди перепутали, ну, неудивительно. Ну, по логике слова там все очень просто. Все пьяные, жадные, и никто не может определить, кто у кого чего ворует. А может быть, это пьян? А мне кажется, что, вот смотрите, вот узбекские исполнители, они поют песни группы «Радио Хэд»? Конечно. Регулярно, регулярно. Без проблем. Мне кажется, теперь… Ни одна свадьба не обходится без песни «Радио Хэд». Мне кажется, что теперь им не стоит этого делать, потому что «Радио Хэд» на них подаст в суд. Сейчас же конвертация открылась, им срочно нужны суммы «Радио Хэд». С какой любопытной стороны открылась эта проблема, друзья. Я ведь об этом не подумал. Что теперь ни на одной свадьбе мы не услышим песню «Радио Хэд»? Нет, а сколько других артистов песен за рубежом исполняет наши дежурные группы. Насколько разным артистам понадобится сперсу. Как не придешь, начинает «Селин Дион», заканчивая «Уидни Хюстон». А давайте, если пошла такая у нас… Давайте мы их всех сегодня, кто плагиатом занимается на свадьбе. Нет, смотрите, а вот плагиат и кавер-версия – это немножко разные вещи. А почему за кавер-версию никто в суд не подает? Мне об этом говорят, о том, что это кавер-версия. Если ты говоришь о том, что это кавер-версия, то это не считается плагиатом. У меня было несколько раз такие проблемы с другими артистами из других стран, которые крали мои песни. Было такое? Да, это постоянно, это регулярно происходит. Как происходили события дальше? Просто случайно мои поклонники или кто-то как-то в интернете, я как-то узнавала о том, что там то чеченка спела мою песню, то казахи спели мою песню, то таджики, то киргизы. Но песня-то яхи, грех не спеть. Да. Только надо разрешение спросить сначала. Разрешение не спрашивали, я пыталась несколько раз судиться с ними, но у меня не получалось это, потому что что-то наши адвокаты плохо работают. Муниса, как вы относитесь к футболу? Никак, я вообще ровно. Мой сестра. Отлично, это замечательная прелюдия к следующей новости. Друзья мои, в эфире рубрика «Да, нет». Пятеро футболистов, друзья, нашей страны пожизненно отстранены от футбола за подделку документов. Ого. Они занизили свой возраст в паспортах на 2-3 года. Один футболист сменил дату рождения с 1989 на 1992. Путем нехитрых арифметических исчислений, можете понять, что на 3 года он стал моложе. Когда игрок выступал за сборную Узбекистана, а там, где играли 16-летние футболисты, на самом деле ему было 19 лет. Вопрос, друзья мои, насколько это сейчас также актуально и имеют ли право футболисты таким образом, как выясняется для нас эта новость, конечно, но если они занижают свой возраст и хотят таким образом строить карьеру на лжи, если у них право играть, и почему все это происходит? Это не только в футболе, это в любой сфере, именно не только, я имею в виду, что не только футбол, это вообще в спорте так, точно так же, как и допинги там они принимают. А я считаю, что многие. Я очень много знаю спортсменов, которые на самом деле показывают там в паспорте. Я 89-го года. А на самом деле? 85-го, на самом деле, там, 80-го, и ты на него смотришь и говоришь, что-то ты не похож на 24 года, что-то тебе кажется 36. А я считаю, что дисквалифицировать надо за снижение возраста не только спортсменов или футболистов, но и женщин. Да ладно? Почему ты предатель? Потому что в соцсетях иногда смотришь на возраст людей, а в реальности обнаруживается, что им на 20 лет больше. Но это же интрига. А бывает на 100 лет больше. А теперь за это бан, дисквалификация. Вот это будет. Нет, периодически заходишь в интернет, видишь, 120 лет девушке. Ну, хорошо сохранилось. Нет, было бы гораздо опаснее, если бы футболист не просто занижал себе возраст в федерации, но и еще, как говорится, как говорит Слава, в социальных сетях, в женском платье тоже занижал себе возраст и там. Вот это было бы страшнее, конечно. К тому, что вы сказали, я вам сейчас скажу. Вообще не принято девушке говорить свой возраст. Правильно. Хм, так что никакого бана нету. Мы можем спокойно пойти и сказать в ответ любому, кто может, ну, хоть захочет нам поставить ба, мы можем сказать, простите, пожалуйста. Неприлично. Но это да, это неприлично говорить свой возраст. Ну, всегда 18. Да, кстати. Вот мне многие задают вопрос, а в каком лет я говорю, 18 с половиной. Примерно такой же ответ. Хотя мне уже под 40. Вот это не надо уговорить. 18 есть 18. Друзья, в Ташкентской области презентовали план по выращиванию технической конопли. Ура. Ура, конечно. Для всех, кто не знает, техническая конопля – это трава, не содержащая наркотических веществ. Вопрос. Будут ли применять коноплю по назначению? Я имею в виду, что в Европе техническая конопля широко используется в автомобильной промышленности и в строительстве. Так, в 2009 году правительство Великобритании даже открыло программу строительства конопляных домов. В Германии при этом коноплю кладут как подстилку под ламинат и паркет, а также утепляют ею фасады. Вопрос. Вопрос, будут ли у нас по назначению? По назначению. Вы знаете, вот живи век учись. Я не знал, что коноплю можно использовать как подстилку для утепления. Это замечательная идея. Хочешь я тебе еще кое-что расскажу, очень интересное. Любопытно? Я так как текстильщик. Так? Я знаю такую вещь. Да, да, да. Конструктор швейных изделий. Ну, в общем, не важно. Из конопли… Как это попало-то на телевидение? Текстильщик. Через текстиль. Опять Таныш Былеш, там позвонил. Примерно такая схема и была. Примерно. Ну, вот, как всегда. Все по знакомству. Все по знакомству. Конопля используется в изготовлении ткани. И получается конопляный шелк. Он по качеству даже лучше настоящего шелка, который вырабатывается червями. Ну, теми сами тутовыми. Те самые пресловутые конопляные розовые смокинги на золотом глобусе. Скорее всего, это они и были. И качество очень хорошее. И цена тоже такая доступная. И запах, видимо, приятный. При сборе урожая можно, например, сделать вот так. Пригласить наркоманов и сказать им, собирайте коноплю. Мгновенно они весь урожай соберут. И только потом… И его не останется, понимаете? Они просто исчезнут. Нужно объяснить им, что это техническая конопля, и ее нельзя употреблять. Вот. Друзья, еще одна новость из Таиланда. С пылу с жару. Премьер-министр этой страны пришел на пресс-конференцию с собственной картонной фигурой, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Источник утаивает, что помимо этой картонной фигуры, премьер-министр Таиланда пришел в кокошнике и в юбке. Он вышел к прессе, прочитав заготовленное заявление правительства. Затем он сделал паузу, вынес на сцену свою картонную фигуру и сказал следующее. «Если вы хотите задать какие-то вопросы о политике или конфликте, спросите этого парня». Добавил премьер-министр. Вопрос, друзья, как вам такая идея, свежая, по мнению самого премьер-министра Таиланда, вместо себя выносить картонную фигуру и полностью уходить от ответственности, от любых вопросов и при этом просто наблюдать, как картонная фигура разговаривает с прессой. Мне очень нравится, что Муниса улыбается. Мне кажется, действительно надо выносить с собой картонный муляж. Хорошая идея. Дать ей микрофон и все. Да, да, да. Но не сработает. Потому что очень часто ты просто не хочешь отвечать на такие очень каверзные вопросы и очень неприятные и неприемлемые вопросы, когда как журналисты просто наглеют, и они не знают грань. Вообще на сегодняшний день ни журналисты, ни люди не знают грань между артистом и простым человеком. Во-первых, у нас появился Инстаграм, соцсети, интернет. Мы стали очень близки и доступны для своих слушателей. Хорошо это или плохо? Хорошо это или плохо? Это с одной стороны хорошо, с одной стороны это очень плохо. Раньше было по-другому. Раньше для того, чтобы увидеть своего любимого артиста, вот я, например, когда была маленькая, для того, чтобы увидеть Тахира Садыкова, группа Боля-Ляр, это мне нужно было поплакаться папе, поплакаться дедушке, поплакаться бабушке, чтобы они позвонили еще кому-то, еще позвонили кому-то. И в конце концов я его увидела ровно через 6 лет То есть не сработало Для того, чтобы увидеть Тахира Садыкова Для меня Для меня нужно было 6 лет Для того, чтобы его просто увидеть Сейчас увидеть артиста Это стало, знаете, вот так вот А зачем вам нужен был Тахир Садыков? Да неважно зачем Я его безумно любила Я любила группу Боля-Ляр, потому что я жила в Лондоне 15 лет Я безумно скучала по Узбекистану Это был единственный артист, которого я очень сильно любила Из узбекской эстрады Как артиста Как артиста, да Любил его не как человека, а как певца И группа Боля-Ляр Да, не, не Просто уточни, чтобы аудитория не заглушала Не как мужчина, абсолютно Во-первых, он мне кажется уже Во-первых, он Боля-Ляр Группа Боля-Ляр, это вот такое в то время Например, Атабек Мадрахимов Такой был, его желтые джинсы Они были самые популярные Для того, чтобы увидеть Атабека Мадрахимова Люди просто прилетали со всего мира Потому что он был в то время Нашим как-то местным Майкл Джексоном Я об этом говорю Вы не подумайте, что у меня какая-то звездная болезнь Или я еще что-то Нет, не абсолютно Я вообще говорю о том, что Как было раньше и как стало сейчас Из-за этого и песни стали такие, знаете, ну как сказать Все начали выпускать песни Кому не лень Ну сколько, например, я выпускаю одну песню в полгода Раз выпускаю Но это я А есть артисты, которые в неделю выпускают пять песен Если в неделе семь дней, то они пять песен в неделю выпускают Только мы про них ничего не знаем Люди, да Люди, они должны Песни недельки Для того, чтобы твоя песня была узнаваема Для того, чтобы она была хитом Это, конечно, я сейчас вам рассказываю Раскрываю свой секрет Вот, но это на самом деле так Для того, чтобы люди прочувствовали твою песню Для того, чтобы эта песня была хитом Для того, чтобы ее узнал не только один человек Но вся республика И кроме республики еще все слушатели, которые тебя знают А они есть у нас и в России, и в Америке Где наши узбеки, да? Вот, наша диаспора, как говорится Ее нужно сначала выпустить Потом ее нужно ротировать по радио Потом нужно ее ротировать по телевидению Конечно же, все это время должно ротироваться в интернете Но она должна дальше-дальше ротироваться В плане того, что не надо дальше давать следующие какие-то песни Она должна, понимаете, как говорится Когда человек кушает еду, она же должна перевариться Усваиваться Конечно Появился рефлекс Очень захотелось носить желтые джинсы Почему-то, я не знаю И вот этого желания, никак не могу от него избавиться Но в целом я считаю, что действительно Инстаграм имеет как плюсы, так и минусы Очень много минусов Да, во-первых, много их или мало Наверное, это по ситуации мы можем определять Но то, что аудитория стала ближе к звездам И звезды стали ближе В этом, наверное, есть все-таки больше плюсов Главное, я все-таки хочу вам пожелать Чтобы вам все-таки на пути встречались Более-менее чистоплотные журналисты Которые задают нормально адекватные вопросы Как, например, Сибуль Ну что, жители Москвы столкнулись со сбоями в работе навигации Из-за которых их местоположение определяется в районе Гвинейского залива В Атлантическом океане Проблема возникла у пользователей карт Яндекса, Эппела и Гугла А также сервисов такси Так как Москва теперь находится на западе Африки Рядом с Того и Бенином Пользователи такси-сервисов стали получать счета на сотни тысяч рублей Вот так вот Москва переехала Москва переехала Я представляю, как повезло таксистам в этот день Сколько денег они заработали Потому что, представляете, сколько, спрашиваю 200 тысяч рублей Так я же три километра проехал Москва дорогая, что ты хотел? Да Ну, может быть, речь идет о тех такси, которые мы обычно наблюдали в фильмах фантастики Где, садясь с такси, вы телепортируетесь в реальную Африку Это только кино Видимо, в Москве на один день параллельные миры открыли дверцу и кто-то попадал в Африку Это страшно, потому что Москва это сам по себе город очень такой, знаете, он всегда стоит Там не как вот приедешь и сидишь в машине Два-три часа в одной пробке, которая там 150-200 метров проехать Пешком бы пройти, да уже пошел бы Мне кажется, нет смысла бриться мужчине, который утром в офис на работу едет в машине Потому что пока он приезжает, он зарастает заново и не только на лице И после этого, конечно же, лучше предпочитать, наверное, подземный транспорт И оставить машину где-то на станке Я слышал, многие так и делают Самое интересное, что даже звезды так делают и политики иногда ездят на метро И этим китайцы изобретают новый GPS, который будет называться Иван Сусанин Да вы что? И что там будет? Он будет заводить всех в тупик В лес, прям в тупик Или в лес, да А вот у нас, мне кажется, таких проблем никогда не будет Пробок? Нет, проблем GPS Кстати, у нас очень много стало в последнее время пробок Но, как говорится, у нас все по-узбекски Окей, узур швафья падла И тебе дают дорогу проехать Монис, а если случится такая ситуация, будет такая пробка А ты опаздываешь на концерты, спустишься в метро? Конечно, если надо будет, я пешком пойду А давно каталась на метро? Я очень часто, кстати, спускаюсь и на метро катаюсь Трамвай я безумно люблю Я люблю автобусы И очень часто я говорю, ну-ка, давай водителю Я сама И он за мной, я в автобусе Наши люди в Африку на такси не ездят Правильно Так что до Африки лучше На автобусе Вячеслав сейчас процитировал бриллиантовую руку узбекфильма Поэтому именно оттуда, да, это прозвучало Кстати, хочу поздравить всех с наступающим днем защиты от тела Отечества и пожелать вам много мужества И, конечно же, терпения вам, наши дорогие мужчины А мы хотим преподнести Мунису Вот этот скромный букет Такой же великолепный, как она сама Мы вам говорим, друзья мои, до свидания До новых встреч, до следующей недели Это был проект The Vloggers Даша Вячеслав Хуршит и неподражаемая Муниса Рязаева Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА